В Российской Федерации этот праздник начал отмечаться с 2002 года. Который также направлен на то, чтобы снизить, скажем так, негативное отношение общества к психиатрии, как к науке. Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать. Зачем? Удовольствие получать. А какое в этом удовольствие? Молодого еще. На сегодняшний день психиатрия далеко шагнула вперед, и у нее как раз направление психопрофилактика. Профессиональный стресс. Следователи же говорят, что шансов выжить у пациентов фактически не было. Многие из них находились под воздействием сильнодействующих лекарств, спасатели сильно запоздали, а на окнах были металлические решетки. Здравствуйте, дорогие друзья. Я нахожусь вновь в студии информационного агентства «Камчатский регион» и в качестве гостя, и в качестве журналиста данного информационного агентства. И хочу представить вашему вниманию Владимира Юрьевича Шуманина, главного редактора данного информационного агентства, живого, здорового и улыбающегося, не потерявшего интерес к жизни. Многие люди спрашивают, что там с Шуманиным. Мне многие задают в личку вопрос. Многие интересуются с материка, которые помогали ему, которые звонили и в Уссурийск, и другие там структуры, которые могли повлиять на решение вопроса. И, соответственно, просят записать данное интервью. И вот сегодня мы решили встретиться, чтобы записать данное интервью. Владимир Юрьевич, как у вас дела, как самочувствие для начала? Хорошо. Хорошо? Сколько, получается, общей сложности вы были в Уссурийске, в этой больнице закрытого типа? Всего 7 месяцев. Всего 7 месяцев. Есть такое мнение, и оно не только у меня, что вас там хотели, в общем-то, убить. Да, 4 раза. 4 раза. В чем это выражалось? Почему вы считаете, что попытки такие были в больнице? Ну, прежде всего, я выражаю свою благодарность тем людям, которые мне помогали. Это не одна сотня человек, которые писали письма и в больницу, и в органы прокуратуры о том, что я незаконно помещен на правительственное лечение. Это было 15 июня 2020 года. Но та поспешность и та, скажем, грубое нарушение закона, которым власть пыталась меня закрыть за решетку, она объясняется тем, что они были уверены на 100%, у них была договоренность с врачами, это моя точка зрения, я в этом уверен, чтобы меня там убить. То есть, каким образом это происходило? То есть, когда я был помещен в эту клинику, в Уссурийскую, это краевая психиатрическая больница номер один, Приморского края, меня поселили, несмотря на перенаселенность этого отделения, в котором я находился, меня поселили в отдельную палату. То есть, у меня первое все закралось мысль, а у чего так? Почему нету свидетелей никаких в данной ситуации? После того, как прошло где-то примерно две недели, произошел такой странный случай, назову его так, мне принесли передачу, там вот такой большой красивый гранат. Но интуиция, она же работает. Если она помогает данным. И что-то мне подсказало, что надо поосторожнее с этим гранатом. Почему? Потому что там одна из сестер медицинских, занимающихся этими передачами, она все время просила, чтобы этот гранат получил и съел. Я, конечно, в глазах его прочитал, что что-то не так. И я в итоге не стал есть полностью, а съел всего лишь одну дольку небольшую. Тем более, что когда мне его дали, он оказался разреженным на четыре части. Очень интересно, да. Да. То есть, у них, видимо, фантазия не хватило, что просто можно было шприцем проколоть, и за кого залить туда то вещество, которое там было залит. Они, видимо, что-то решили похитрее сделать. Но мозгов-то нет. И в итоге, когда я съел этот кусочек маленький этой дольки, через 10 минут у меня давление упало 60 на 40. Но люди с таким давлением не живут. Но получилось так, что все-таки я выжил. Меня откачали. И никто не смог дать объяснение, почему это произошло. То есть, это был первый случай. Но я-то разобрался, понял ситуацию. Потом этот гранат исчез. Когда я сказал, давайте проверять, что было в этом фрукте, он куда-то исчез сразу же. Это было понятно, что это была попытка именно травить. Потом, когда эта попытка не удалась, мне прописали два лекарства, психотропных лекарства, якобы для лечения. Но когда я попросил аннотации к одному из них, то выяснилось, что побочным эффектом этого лекарства является суицидный эффект, то есть тяга к самоубийству. Особенно там в этой же аннотации было написано, там длинное мелким почерком, что при сочетании с другими психотропными препаратами побочный эффект усиливается многократно. У меня как раз вкололи два подобного рода препарата. Специально их совместили, чтобы было текстом. Один через капельницу, другой мне давали, как в таблетках, но не сказали, что это за препарат. До сих пор не знаю, что это за препарат. Сказали, что это психотропный. И в итоге у меня было в течение месяца было три приступа самоубийства. Причем именно после капельницы. То есть капельница заканчивается через 15 минут. Причем это не какое-то связанное с желанием человека себя убить. Нет, это именно внутреннее состояние организма. Когда жить настолько больно и настолько, скажем, недопустимо просто для нормального человека состояние именно... То есть это получается не мысли какие-то навязчивые, это типа какой-то не депрессии даже, а именно какой-то ломка тела получается. Ломка тела, да. Вот именно правильно сказано, ломка тела. Что хотелось на себя наловить руки, но все-таки сила воли-то, слава Богу, есть. Поэтому я преодолел это состояние. И где-то минут через 40, через час это состояние прошло. И так три раза подряд в течение месяца. Потом я просто отказался. Уже сказал, можете мне вязать, вы можете меня, так сказать, хоть там держать десятью санитарами. Я, скажем, больше ни на какие капельницы не пойду. Почему? Потому что слишком много. Но, естественно, не мои там какие-то, скажем, вот эти резкие слова стали причиной. А потому что они с дуру, другого слова для меня нет, они разрешили мне телефонный звонок. И я, так сказать, во всеуслышание попросил свою супругу, Надежду, чтобы она ввела аудиозапись с телефонного разговора. Я надиктовал вот это все, что сейчас вам говорю. Я надиктовал тогда. И сказал, что если со мной что-то произойдет, то, значит, виноваты в этом врачи этой психонерологической клиники, назвал фамилии, которые фактически получили заказ убить меня, чтобы я отсюда не вышел. Ну, тут ситуация похлеще, чем у Навального, я хочу сказать вам, дорогие друзья. И, кстати, напомню, что в отношении Владимира Ильича возбуждали за его всю историю прозащитной деятельности свыше 24 уголовных. 24 дела уголовных. Ни одно из них не дошло до конца. И, судя по всему, именно из-за того, что не смогли довести эти уголовные до конца дела, сделали заочную экспертизу психиатрическую. И именно по заочной экспертизе судья мирового суда признал его нуждающимся в лечении. Судья Кандауров. Да, надо будет его, я буду сейчас заниматься, чтобы этот человек перестал быть мировым судьей, надо его исключать. За такие вещи человек должен ответить. При наличии трех экспертиз очных, да? Очные три экспертизы, абсолютно здоров. И, кстати, напомню, что до того, как отправили в Уссурий с Владимира Ильича, в нашей психиатрической лечебнице, как его правильно назвать, диспансере, в нашем Камчатском диспансере, его также не признали больным. Это, говорю, специально для тех, кто начинает говорить, что Шуманин там больной, да все такое. Никто его не признал больным до сих пор, дорогие друзья. И после лечения там, в Уссурийске, после нахождения в нашем диспансере, потом в том числе, когда обратно его сюда привезли, никто не признал его невменяемым. Поэтому я прошу, специально на этом делаю акценты, прошу вас никогда, как бы в эту сторону даже не думать. Потому что много злых языков, которые начинают там говорить, да вот он такой-сякой. Это абсолютно незаконно будет с вашей стороны, это будет клеветой и оскорблением человека. Второй момент очень важный, на который хочу обратить внимание. В самой поликлинике, точнее в этой больнице, была возможность отказаться, Владимир Юрьевич, от этого, от препаратов, как-то таблеток? Конечно нет. Не было? То есть это прям принудительно было все? Да. Потом мне начали принудительно коготь галлоперидол. Это было второе уже, это же не второе, а третье там. То есть не получившись, то есть они поняли, что если моя смерть там от самого суицида, либо от какого-то непонятного падения давления, слишком будет понятно, что это смерть. Но я там прямо сказал, что если вы думаете, что со мной что-то произойдет, то вам это садет в руку, глубоко ошибаетесь. Мы и без государства разберемся, и каждый по божьему промыслу ответит за свои поступки. Они испугались. Они испугались последствий собственных действий. И поэтому сделали по старинке. Начали, посадили меня на галлоперидол, начали коготь это лекарство. Но кто не знает, я подскажу. Это такой тяжелый нейролептик, который за две недели делает из человека овощи. То есть человек перестает воспринимать действительность. Я видел этих людей, которые ходили по отделению, которых закололи галлоперидолом. Это сгорбленные плечи, это шаркающая походка, это невнятная речь, замедленная реакция, отсутствующий взгляд, это капающая слюна изо рта. То есть люди уже, их на любвито назвать, большим трудом можно. То есть превращают людей, по сути, действительно входящие овощи такие. И мы можем сделать вывод, опять, друзья, что никакого лечения по факту нет. Да там принципиально никакого. Там у людей не лечат, им ломают волю. То есть у нас, в нашем стране сегодня, это же не первый случай далеко, когда вот так человека пытаются уничтожить с помощью психиатрии. Это и шамана, мы вспомним Гарберша, где так давно, которого тоже сажали в психиатрическую клинику. Потом Антона Булгакова, Сургут, надзор, да, получается? Конечно. С прямой, я там еще, сейчас не помню фамилию, человек, который занимался не так давно, тоже сажали в психиатрическую клинику, блогер. То есть получается, тех людей, которые говорят правду, журналистов, которые говорят правду, блогеров, которые говорят правду, их просто пытаются с помощью психиатрии уничтожить и убить. Конечно, убить. Но у них расчет был, у этих врачей так называемых, врачами это назвать сложно, оказался неправильным. Они рассчитывали на человека обыкновенного, но не в силе в Бога, а в правде. Человек, обладающий разумом и волей, он может справиться с галлоперидолом, и в итоге, через аутогенные тренировки, через медитации, ну уж не спрашивайте, как мне это получилось, но получилось. В итоге, через две недели мне для меня этот галлоперидол перестал на меня действовать. О чем я так торжественно за его врачу, что вы зря тратите лекарства. Кстати, я отмечу, что Владимир Юрьевич, конечно, похудел достаточно сильно, 26 килограмм, да, по-моему? Да. Да, но в целом, фактически, он приехал, наверное, еще более здоровый, в некотором смысле, потому что у него нету язвенной стопы, да, я так понимаю, то есть она исчезла. Конечно. Причем, что они там не лечили. У меня никто там не лечил. Да. Я сам себя лечу. Просто у меня появилось временное. Ну да. То есть человек начал работать над собой, заниматься вот такими тренировками, да, обращаться больше, возможно, к Богу, к высшим силам и не смогли сломить человека. Наверху меня заметили. Да, наверху заметили, да. И врачи не смогли такого человека фактически убить и сломать ему психику, сломать волю. Это очень важно. Друзья, это тоже пример для каждого из нас, потому что люди волевые, люди, у которых есть цель определенная, которые понимают, что в нашей стране не все в порядке, нужно с этим бороться. Высшие силы на нашей стране. Я хочу на этом сделать большой акцент. Это тоже важно, на самом деле. Ну, дело в том, что я могу сказать, что вот этот вот пример со мной, он, во-первых, это тот редкий положительный пример в борьбе, так сказать, народа с этой антинародной властью, когда антинародная власть ничего не смогла сделать. Ничего. В течение 10 лет они меня 24 раза пытались посадить за решетку. Ничего не получилось. Они меня сколько раз, вот сейчас вот уже через карательную психиатрию, тоже ничего не получилось. Они до этого пытались меня оставить без средств существования, то есть, всячески... Перекрывали в бизнесе, прикрывали в работе, как со мной, допустим, не раз было должно быть. Да, ничего зато опять не получилось. То есть, если человек, действительно человек, то есть, по-горьковскому, то и по-горьковому, то и звучит гордо, то ничего с ним сделать невозможно. Он всегда выйдет из этой драки и с этим антинародным режимом выйдет победитель. И сейчас вот... В каком процессе именно дела ваши? Хотел уточнить, что сейчас происходит? Что сейчас происходит? Происходит примерно то же самое, только уже с другими людьми. Сейчас вот в Сургуте Антона Булгакова не далее, чем 3 февраля, то есть, неделю назад, пытались тоже закрыть психиатрическую клинику, когда в редакции, значит, в редакционном пункте Камчатского региона в Сургуте отключили свет без всякого до того основания. То есть, ни решений судов, ничего такого не было. А когда он вызвал полицию, чтобы они, так сказать, навели порядок в этом безобразии, потому что там и 2-го числа, и 3-е выключили свет, ну, его взяли под стражу, вот, посадили за решетку в отделении полиции, отобрали у него телефон, там все вещи отобрали, а потом повезли его на, значит, принудительное освидетельствование туда же в психонерологическую клинику с Рубой. Его туда уже не раз возили, насколько я знаю, да? Ну, 2 года назад там был, так сказать, ну, получилось так, что он вовремя, так сказать, понял ситуацию, значит, врачи тоже эти захотели, они не хотят крайне быть в этой ситуации, поэтому он пригласил того врача, который лечил 2 года назад, еще лечил, а свидетельствовали 2 года назад. Этот врач, когда он прибыл туда в клинику, повызов, значит, это изрядовон случай, он сказал своим коллегам, чтобы вообще близко не подходили к этому человеку, он абсолютно психически здоров, чтобы не выполняли этот заказ. Ну, и поэтому Антона пришлось этим полицаям отпустить. И там, кстати, один интересный момент есть, друзья, тоже в двух словах скажу. Антон остался включенным телефон, диктофон на телефоне, и получилось так, что полицейские обсуждали вариант подкидывания ему наркотиков, чтобы его в дальнейшем все-таки прятать за решетку. И это все записалось на диктофон, и теперь эта запись распоряжения Антона Булгакова, он себя, по-моему, на YouTube-канале уже снял над этим роликом. Да, да, значит, вот сейчас, я думаю, ссылочку мы сейчас дадим на этот ролик. Общий смысл в том, что там полицейские прямо в открытую между собой, вот, не стесняясь ничего, обсуждают, каким образом можно, значит, Антона посадить на 15 суток, значит, путем подлога, значит, анализов, там, значит, свидетелей подложных, которых они хотели пригласить, их свидетелей, надежные, как они их сказали, с тем, чтобы, значит, вменить ему применение, то есть, принятие, употребление наркотических веществ. И сейчас, так сказать, вот я написал сегодня, отдал бумаги в Генеральную прокуратуру МВД, чтобы этих полицейских привлечь к уголовной ответственности за, как раз, фальсификацию доказательств препятствий журналистской деятельности, должностное, так сказать, за употребление должностными полномочиями, то есть, это все, то есть, то, что со мной история закончилась, я думаю, что сейчас вряд ли они уже куда-то дальше двигать, слишком это ярко прозвучало по всему миру. Они сейчас, но они будут продолжать в отношении других журналистов. И вот я почему-то, кстати, мы решили сделать это интервью, потому что очень важно, чтобы вот этот пример, положительный пример, вот редкий случай положительного примера, он стал, так сказать, как путеводной звездой какой для других журналистов. Ну да, что нужно не сдаваться, нужно бороться. Не надо сдаваться, бейтесь. Даже если вас посадили в психиатрическую клинику незаконно, все равно не сдавайте, все равно не опускайте руки, все равно помните, что на вашей стороне правда, что люди о вас думают, что люди вас поддерживают, что люди за вас будут вступаться и потом за вас в том числе и отомстят. Я в этом тоже не сомневаюсь, потому что придет время, когда каждый ответит за свои поступки незаконные. И это касается и полицейских, и врачей, и всех остальных. Я хочу, чтобы об этом все тоже помнили. И я считаю, что это будет, ну даже если не в этой жизни, то это по-любому все ответят. И это будет, наверное, очень печальным концом для многих, кто сегодня занимается подлостями и коварствами в таком формате, в том числе с целью убить человека. Дорогие друзья, ну что ж, пришло время прощаться, и, наверное, Владимир Ильич еще несколько слов скажет уже на прощание нам всем. Друзья мои, ничего не бойтесь. Мой пример вам, как положительный исход моего, так сказать, дела, говорит о том, что человек сильнее системы, если человек обладает совестью, разумом и волей. Тем более, что когда человек не один, а его поддерживают другие такие же люди с совестью, волей и разумом. Меня поддержали друзья. Еще раз говорю, выражаю большую благодарность всем тем, кто беспокоился моей судьбой. Естественно, я не был бы вас, так сказать, я бы тоже здесь сейчас не сидел, меня бы там просто убили бы. Но поскольку люди сильные, по сути своей, если это люди, а не животные, то, соответственно, и сообщество людей всегда победит систему, состоящую из трусов, мерзавцев и коррупционеров. Всего вам доброго и до свидания. До встречи. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова